Ничем орлят не испугать, орлята учатся летать. Чуваши уже в 47-й раз проходят республиканские игры за орницы и орленок. На закрытие побывал и временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Гнатьев. Батревский район, солнечная поляна. Чтобы попасть сюда, надеть форму и поучаствовать в соревнованиях, они готовились весь год. Сначала ребята соревновались между собой в школах и техникумах. Потом учебные заведения соперничали друг с другом за звание победителя того или иного района или города. И вот финал. В него вышли более 70 юноармейских отделений. Традиционно, ежегодно проводятся данные республиканские игры юноармейских движений «Зарница» и «Орленок» 47-й раз, без перерыва. С одной единственной целью, уважаемые ребята, чтобы формировать в вас характер, мужество, стойкость, упорство и командный дух. И каждый гражданин Российской Федерации должен быть готов к защите своего отечества. Полосы препятствий, строевая подготовка, плавание, рукопашный бой. Ко всем подготовленным организаторами и испытаниями добавилась погода. В армии должен быть порядок, дисциплина. Вот под этим лозиком все и прошло. Был порядок, была дисциплина, была справедливая борьба. И самое главное, что ребята, которые прошли здесь огонь, воду и медные трубы, а здесь была и жара за 30 градусов, сегодня дождь идет, они выстояли мужественно. Вот именно здесь и воспитывается характер у ребят. Они практически, каждый из них, хоть сегодня отправляя в армию, он будет достойно служить, достойно представлять нашу родную Чувашию. Очень приятно, что много командиров, девочек. Чувашки-девочки, они волевые, сильные, они еще пацанам покажут, как надо служить. Самыми сильными в группе «Орленок» стали ученики Цивильской школы номер один. В группе кадета Шамуршинская школа в группе «Зорница» победила Батревская школа номер один. Мне больше всего понравилось конкурс «Найди снайпера», потому что мы бегали по этому лесу, искали с помощью компасов места, в которых нужно было поставить чип. Это было невероятное ощущение, когда ты бежишь по лесу, тебя царапают ветки, тебя кусают комары, но несмотря ни на что, ты все равно бежишь, бежишь, зная, что надо показать все на высшем уровне, чтобы защитить свою школу. Победители «Зорницы» поедут представлять Республику на финальной игре Приволжского федерального округа в сентябре, так что ребятам явно не будет скучно на каникулах. Ольга Пырочкина, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика.